Машиностроительный завод Тонар Появляются новые модели с улучшенными характеристиками, в конструкции полуприцепов используются комплектующие как собственного производства, так и ведущих мировых производителей. Совершенствуется система контроля качества, повышенное внимание завод уделяет сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию своей продукции. Сила Тонара в его умении решать, казалось бы, самые неразрешимые задачи. История завода – яркое тому подтверждение. В 2001 году по решению Академии наук Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Российского Союза промышленников и предпринимателей Фонда социального развития третьего тысячелетия Машиностроительный завод удостоен премии «Российский национальный Олимп». В 2002 году завод награжден золотой медалью Ассоциации содействия промышленности в номинации «Наиболее эффективно работающее предприятие». Машиностроительный завод «Тонар» победитель шестого всероссийского конкурса «Тысяча лучших предприятий и организаций России», награжден медалью и дипломом за эффективную деятельность, высокие достижения и стабильную работу в 2005 году. Продукция Машиностроительного завода «Тонар» неоднократно входила в число лучших товаров России. С момента организации машиностроительного завода на территории бывшей ткацкой фабрики в поселке Губино коллективам пройден путь упорного труда в 20 лет. Путь от ручной сборки двухвостных прицепов до производства большегрузной прицепной техники. В ассортименте продукции самосвалы, тентовые полуприцепы, изотермические кузова, контейнеровозы – всего более 60 моделей, способных составить конкуренцию западным аналогам. С момента образования машиностроительным заводом «Тонар» выпущено 40 тысяч прицепов, 15 тысяч торговых ларьков, 10 тысяч полуприцепов. Через 10 лет с момента рождения завода специалисты отрасли называют «Тонар» лидером российского машиностроения. Здесь не боятся экспериментировать. Конструкторы создавали и продолжают создавать модели, входящие в новые сегменты рынка. В ходе презентации продукции завода гости часто задают вопрос, а, возможно, ответ технологов и конструкторов однозначный. Если есть серийный спрос, решение будет. Главные специалисты «Тонара» – выходцы с Ликинского автобусного завода. Ими изучен опыт ведущих предприятий машиностроения мира. Готовые продукции «Тонара» – полуприцепы, собранные с применением качественных импортных комплектующих – результат внедрения технологий Финляндии, Германии, Италии, Америки в производственный процесс предприятия. В 2001 году стартом развития «Тонара» стало создание собственного производства осей для большегрузной техники. Выпуск сертифицированной продукции помог наращивать объемы. Из года в год технология производства совершенствуется. На сегодняшний день оси унифицированы с осями ведущих производителей. Нагрев трубы происходит в индукционной печи. В целях уменьшения диаметра раскаленную трубу обжимают на роликах. Затем ее протачивают подпосадочные размеры на токарном станке. Конкурирующий с западом российский машиностроительный завод «Тонар» восполняет пробелы смежника. В 2008 году он выпускает по 100 единиц сертифицированных потюв 9-тонных осей. Одну из презентаций завод посвятил пяти новинкам осевого производства. Сегодня производство полуприцепов конкурентно мировым брендам по ресурсу, надежности, комфорту, привлекательно по цене для автоперевозчиков. Это стало возможным благодаря проведенной в 1994-1997 годах крупномасштабной модернизации. В этот период был реализован уникальный проект, изготовлен единственный в России пресс для производства сэндвич-панелей из оцинкованной стали и пенополиуретана. В 1998 году на 83-м километре автотрассы Москва-Нижний Новгород, близ деревни Ожирелки, построен торгово-выставочный центр «Тонар». С 2001 года завод расширял производственные площади, строил новые корпуса. Машиностроительный завод «Тонар» занимает территорию в 19 гектар. Площади помещений составляют 72 тысячи квадратных метров. Площадь склада готовой продукции – 6 гектар. Принципиальные позиции руководства – оснащение цехов лучшими образцами оборудования, применение современных технологий. В 2007 году сдан новый производственный корпус площадью 18 тысяч квадратных метров. Под его сводом расположилось высокотехнологическое оборудование, десятки металлорежущих станков, техника с числовым программным управлением, новые лазерные установки и гибочные прессы, гильотинные ножницы. Стапель по приварке осей с подвеской и кантователем рам с осями в сборе позволил повысить точность установки на раме, а также снизить трудоемкость техпроцесса. Запущена оборудованная стендом для проверки тормозных усилий ветка главного сборочного конвейера. Сдана в производство технологическая линия по сварке оснований всех видов полуприцепов, состоящие из семи гидравлических стапелей. Все резьбовые соединения затягиваются специальными гайковертами с электронными блоками управления, позволяющие настраивать максимальный момент затяжки. Камера абразивно-струйной обработки Предназначены для улучшения качества подготовки поверхности выпускаемых изделий перед нанесением лакокрасочных материалов. Дробеструйная обработка позволяет очищать обрабатываемую поверхность от окалины и ржавчины. На всех выпускаемых изделиях завод применяет импортную двухкомпонентную полиуретановую краску фирмы PPG. Применение данного покрытия существенно улучшило внешний вид выпускаемой продукции и обеспечило превосходную защиту от коррозии. В 2008 году завод выпустил более 3,5 тысяч полуприцепов. Затраты на строительство и техническое перевооружение составили более 5 миллионов долларов США. На сегодняшний день в производственном процессе пять покрасочных и две дробеструйные камеры. Технические и технологические инновации позволяют Тонару не только выпускать продукцию высочайшего уровня качества и надежности, но и за счет снижения доли ручного труда снижать отпускную цену изделий завода. Тонар всегда работает под конкретного заказчика. Помогает предприятиям различных отраслей экономики страны выполнять поставленные правительством задачи. В 2007 году выпустил полуприцеп со сдвижными полами, производящие разгрузку без применения погрузчика внутри кузова. О такой технике мечтали перевозчики древесных опилок, щепы, сельхозкультур, керамзита и еще большого ряда легковесных грузов. Уникальность полуприцепа в том, что при разгрузке сдвижные полы позволяют сваливать цепучие грузы без опрокидывания кузова, а учитывая его увеличенный объем, это абсолютно безопасно по сравнению с традиционными самосвалами. В период бурного увеличения темпов строительства завод продолжает конструировать самосвальную технику. Приступил к установке самосвальных кузовов на шасси грузовых автомобилей. Правительством Российской Федерации обозначены акценты, поставлены задачи для будущих свершений. В первую очередь они нацелены на поддержку сельского хозяйства. Шагая в ногу со временем, Тонар все чаще направляет свою деятельность на рынки юга страны. Изучает потребности фермеров в технике и предлагает варианты решения проблем перевозчиков. Новинки модельного ряда полуприцепов для перевозки зерновых культур, семечек, птицы. Не останавливаясь на достигнутом, завод приумножает разработки модельного ряда, сосредотачиваясь на параметрах комфорта и безопасности. В декабре 2008 года удивил страну первым тягачом. Тонар получил одобрение типа транспортного средства на три модели автомобилей. Автомобиль с самосвальным кузовом и два седельных тягача. Сейчас они проходят ресурсные испытания. Самосвал на заводе, а тягачи в Кемеровской и Белгородской областях. Тонар – это предприятие полного цикла от производства осей до рам и тента. Год назад технический директор Юрий Павлович Ванштейн обозначил этап развития – безопасность полуприцепов. Снизить аварийность автопоезда способна электронная тормозная система, выравнивающая крен полуприцепов при экстренном торможении или резком повороте. Каждая модель, разработанная на заводе, проходит проверку на прочность в собственной лаборатории. Разветвленная сервисная сеть машиностроительного завода, магазины по продаже запасных частей дают перевозчикам возможность работать без перебоев и простоев на ремонт. Не забывает предприятие и о своих сотрудниках, для которых построена столовая на 100 посадочных мест с магазином и медицинским пунктом, оборудованным по самым современным требованиям. Малый и средний бизнес обеспечивают устойчивость экономики в большинстве стран. Но для его развития необходим транспорт, позволяющий работать с небольшими партиями товара. Однажды это поняли основатели компании «Тонар» и вовремя предложили российским предпринимателям обычный прицеп, который неожиданно оказался инновационным решением на рынке. Технический директор «Тонара» Юрий Вайнштейн не похож на классического представителя российской бизнес-элиты. Уютному кабинету он предпочитает шумные цеха, а для передвижения между ними пользуется велосипедом. Привычка жить без излишеств осталась еще со времен работы на автобусном заводе «ЛиАЗ», где в 80-е он занимал должность начальника отдела по ремонту обрабатывающих станков. Наша семья купила Запорожье. Надо было как-то жить, и вот мы решили съездить за фруктами. И потом пришла идея, что чем грузить машину, лучше купить прицеп. Поговорили с продавцами. Те говорят, что шанс того, что вы купите этот прицеп, равен нулю. Потому что это надо годы ждать. Тогда Юрий Вайнштейн смастерил для семейных нужд свой первый в жизни прицеп. Трудно было представить, что именно это событие положит начало многолетнему бизнесу. Оказалось, что прицеп, такое на первый взгляд простое изделие, в стране был большим дефицитом. Предложение не поспевало за спросом. Удовлетворение рыночного спроса. Создание условий для приобретения потребителям необходимого товара или получения необходимой услуги в удобное время и в удобном месте. И вот первый прицеп мы сделали из подвески, которая шла на автобус ЛЯЗ-677. В общем, сделали про него и забыли. А зам директора ЛЯЗа был мой компаньон Пазычев Владимир Антонович. Он зацепил прицеп и уехал. Затем возвращается и говорит, ты знаешь, сколько мне за него предлагали? Он говорит, три с половиной тысячи рублей. Я говорю, ой-ой-ой. Ну, наверное, это неплохо будет. В конце 1990 года Владимир Пазычев и Юрий Вайнштейн зарегистрировали компанию под названием «Тонар». Для создания собственного производства основатели компании выкупили землю бывшей ткацкой фабрики недалеко от Орехова-Зуева. Инженеров пригласили с ЛЯЗа и других разорившихся машиностроительных заводов. 300 тысяч рублей на развитие заняли у богатого украинского колхоза. Кредит компания смогла вернуть уже через полгода. Начинали мы с маленьких двухосных прицепов грузовых легковым автомобилем. Это самое начало создания, становления фирмы было. Потом мы расширили модельный ряд. Больше, меньше, для такой машины, для такой. Потом началось массовое развитие такой вот ящичной торговли, где у станции метро на ящике водку продавали и так далее. Но понятно было, что это надо в какие-то другие формы облечь. 1992 год в компании считают самым тяжелым. Правительство тогда отпустило цены, материалы подорожали в несколько раз, и прицепы стали просто не по карману покупателям. О том, чтобы остановить производство, речи не было. Нужно было создать такой товар, который купят несмотря ни на что. И вот тогда мы начали думать, куда люди будут тратить деньги последние. Ну, первые на похороны. Что мы можем сделать для похорон? Ничего. Вторые на еду. Вот начали думать, что для еды мы можем сделать. Для еды мы можем сделать, сделать. И вот думали, думали передвижные точки торговые. Потому что затрат никаких, не надо поставить, проторговал и уехал. Оказалось, что спрос на передвижные ларьки превысил предложение. Торговлей в середине 90-х занималась значительная часть населения страны. Идея оказалась востребована. Именно тогда персональный торговый павильон марки «Тонар» стал именем нарицательным, и все ларьки на колесах стали называть «Тонарами». Решение оказалось простым, как изобретение колеса. Простым, но великим изобретением человека было колесо. Что любопытно, колесо изобрели вовсе не для того, чтобы передвигаться быстрее. На самом деле, кочевые племена весь свой нехитрый скарб переносили с собой. А колесо оказалось необходимым тогда, когда люди осели на одном месте. Началась торговля, строительство городов. И именно тогда пришлось перетаскивать большие тяжести на огромные расстояния. Тогда и родилась идея колеса. «Тонар» расшифровывается как «товары народу». Именно отвечать на запросы рынка и производить востребованные изделия. Такова бизнес-модель компании. Дело в том, что предприниматель – это не изобретатель. Предприниматель – это тот, кто постоянно находит, что на самом деле нужно рынку. Это нормальный путь освоения ниши за нишей. Как правило, они просто остаются хорошим, сильным бизнесом. И при этом никуда не улетучивается предпринимательская жилка у первых лиц. Появляется новая возможность, они снова бросаются в догонки. С 1992 года «Тонар» выпустил больше 25 тысяч киосков на колесах. Даже сегодня, когда большинство людей предпочитают покупать продукты в супермаркетах, спрос на такие прицепы остается высоким. До кризиса 2008 года «Тонар» производил по 20 передвижных ларьков в день. Прибыль – порядка 43 миллионов рублей ежегодно – вкладывали в развитие. С 2000 по 2006 год на заводе построили 30 тысяч квадратных метров новых цехов. Хозяева находятся сами здесь. Вот мы, скажем, владеем заводом. У меня 50, и у Пазычева 50. Это достаточно большая редкость, потому что все эти хозяева, они где-то живут в другом месте. И заводы отданы на откуп непонятно кому. Это первое. Второе из заводов старается вытащить все деньги. Оборотные, необоротные, на какие-то, ну, я не знаю, не хочу сказать, что на яхты и клубы, но только не на инвестиции в заводы. Когда популярность торговых киосков начала ослабевать, основатели компании снова стали искать новую нишу. Как и раньше, она оказалась связана с продовольствием. В сельском хозяйстве требовались прицепы для перевозки урожая и животных, а перевозчикам – рефрижераторы. В этом сегменте рынка уже появились конкуренты – иностранная новая и поддержанная техника. Чтобы выдержать конкуренцию, нужно было создавать такие прицепы, чтобы они не уступали иностранной продукции по качеству и были по карману покупателям. Уменьшить стоимость изделия можно только за счет удешевления производства, а удешевить производство, не теряя при этом качества, можно только применяя новейшие технологии. Поэтому компания не пожалела денег на закупку современных станков за границей. Компания «Тонар» – это представитель малоизученного племени российского среднего бизнеса, который какими-то собственными усилиями, без сырьевой ренты, без мохнатой административной лапы сумел пробиться. Может быть, самое важное заключается в том, что они применители инноваций. Увеличить грузоподъемность прицепа можно, облегчив саму конструкцию, а не нагрузку на ось. Поэтому стенки лучше всего делать из облегченных сэндвич-панелей. Технологию производства таких панелей купили в Финляндии, но делать их решили на месте, в России. Так дешевле. Но купленную технологию еще предстояло освоить, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Производство сэндвич-панелей по технологии вспенивания – очень сложный процесс, для которого требуется очень дорогое оборудование. Невозможно найти всю информацию в книгах или получить об этом знание в университете. Я работал в крупной немецкой, а затем и финской компании, в которой получил необходимый опыт. Мои навыки позволили начать собственное производство вот таких панелей и в России. Эра Толли сотрудничает с «Тонаром» уже 14 лет. Финский специалист не только консультирует в вопросах изготовления панелей, но и постоянно изобретает что-то новое. Недавно он специально приехал на завод, чтобы испытать новую платформу для сборки прицепов из сэндвич-панелей. Конструкция опускает фургон таким образом, чтобы рабочим было удобно монтировать крышу. Раньше для этого приходилось пользоваться стремянками. Новая технология позволит ускорить производство прицепов в два раза. Сегодня такие панели используются в производстве рефрижераторов и фургонов для перевозки овощей и фруктов. Будущее у сэндвич-панелей в России огромно, потому что транспортировка продовольствия нуждается в улучшенных транспортных средствах, более совершенных грузовых автомобилях. Кроме того, российская система контроля в следующем году будет ужесточаться. Я слышал, что все новые модели должны будут соответствовать уровню АТП. И это означает, что у компании «Тонар» есть все предпосылки, чтобы быть очень успешными в будущем. Еще одним шагом к удешевлению прицепа стало создание собственного производства осей. Осевое производство, оно просто держит ваш завод. Это далеко не главное в составляющей по цене, но это очень и очень существенный фактор. Мы брали импортные оси, очень хорошие, кстати, немецкие компании, но продажи у нас не шли только из-за того, что это была очень дорогая техника. И только после того, как начали оси делать сами, все у нас пошло. Технологические достижения и острое чутье на потребности рынка позволили «Тонару» пережить и кризис 2008 года, и продолжить развиваться. Останавливаться было нельзя, ведь для того, чтобы российскую продукцию покупали, она должна быть не только дешевле, но и лучше иностранных аналогов. Вот довольно вроде бы примитивная штука. Прицепчик, полуприцеп, который производит «Тонар». Там используются комплектующие узлы и технологии из девяти стран. Вот понимаете, собирает с разных мест компания это и делает. Это на самом деле страшно важно. К нам идет западная инновация через «Тонар», которая бы не была еще долго воспринята, потому что западные цены касаются. Прицепная техника должна быть неприхотливой в эксплуатации и достаточно выносливой, чтобы работать на протяженных маршрутах. Основатели компании не любят современное слово «маркетинг». Преимущества своих прицепов покупателям объясняют без причуд, с карандашом в руке. Делаешь расчеты, показываешь его выгоду, что он выигрывает в топливе, что он выигрывает во времени. Или он за раз привезет 40 тонн, или он будет 10 рейсов делать для того, чтобы если 40 тонн, ну 10, я вам скажу, 5 рейсов. И когда люди, крестьяне, они тоже хват есть, так сказать, цепкий ум, поэтому они сразу тоже все понимают и начинают искать варианты. Сегодня модельный ряд машиностроительного завода «Тонар» насчитывает более 60 моделей. Самосвалы, контейнеровозы, рефрижераторы, различные виды прицепов для грузового и легкового транспорта, сельскохозяйственная техника, торговые ларьки и прицепы для легковых автомобилей. Кроме того, сейчас в разработке новый вид прицепов для угольной промышленности. Заказчики из Монголии нашли «Тонар» через интернет и попросили разработать прицепы грузоподъемностью 80 тонн. В ближайшем будущем компания надеется занять новую нишу на рынке – производство прицепов, повышенной грузоподъемности на сырьевых месторождениях. Это бизнес с долгосрочной перспективой не только в России, но и за рубежом. На протяжении более двух десятилетий завод «Тонар» содействует повышению конкурентноспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России на базе новейших технологий. В конце 2011 года, с момента введения в строй автосборочного цеха, «Тонар» стал полноценным автозаводом. Подмосковный машиностроительный завод – один из лидеров на российском рынке прицепной и полуприцепной техники. Девизом и принципом работы огромного коллектива предприятия остается лозунг – сегодня идея, завтра продукция. В то время, когда мы делали серийно, оно, к сожалению, закончилось. Теперь уже все мы делаем автопоезда под заказчика, под конкретные дороги, под конкретные разгрузочные площадки и так далее. 7 сентября машиностроительный завод «Тонар» провел очередную осеннюю презентацию. К уже довольно обширному ряду прицепов, носящих эту марку, добавились еще три. Автомобиль самосвал «Тонар» 65-28 с объемом 16 кубических метров. Четырехосный прицеп самосвал «Тонар» 85-795 объемом 20 кубических метров. Автопоезд самосвал «Тонар» 95-40, суммарный объем которого составил 45 кубических метров. Вот этот вот автопоезд останется у нас, значит, в наше АТП, а вот этот, он пойдет уже в Губкин, в Белгородской области, на Лебединский ГОК. Будут оттуда возить щебни. Порядка 25 штук пойдут таких вот автопоездов туда. Особенность новинок – боковая разгрузка кузова. Кроме того, завод продемонстрировал все типы своей продукции, а специалисты дали комментарии по всем последним конструктивным изменениям, а также об особенностях тормозных систем, устанавливаемых на прицепах «Тонар». Мы из Краснодарского края приехали. Сейчас у нас в связи с олимпийскими стройками все больше всего интересует, конечно, самосвальная продукция. Ну и теперь появились еще и машины собственного производства «Тонар». Мы, у нас машина номер два личного нашего предприятия, выпущенная заводом «Тонар», мы ее эксплуатируем. Ну, она как испытательная, мы постоянно делимся где-то что-то, и на базе нашего автомобиля здесь постоянно происходят какие-то доработки, переработки. То есть, вполне работоспособная машина, прекрасно себя показала, не хуже аналогичных других производителей. Каждая презентация «Тонары» – это еще один освоенный рубеж коллектива на пути развития. Каждое прибавление в семействе «Тонар» вызывает огромный интерес у автоперевозчиков. Целое семейство будет. Предназначено оно в основном для тех, кто перевозит песок, щебель, уголь, то есть все сыпучие материалы по специальным технологическим дорогам. Такая схема перевозки намного удешевляет себестоимость перевозки сыпучих грузов и не позволяет, скажем так, быстрыми темпами расти цены на жилье и так далее. Вот ради этого все мы и сделали подобные автопоезда. Самосвальный сочлененный полуприцеп с типом кузова полукруглого сечения идеально подходит для перевозки строительных материалов. Грузоподъемность автопоезда – 64,5 тонны, полная масса – 80 тонн. Преимущество новинки заводчане продемонстрировали гостям. На разгрузку полуприцепа, наполненного щебнем, водителю потребовалось не более 10-12 минут. Более года на машиностроительном заводе «Тонар» обрабатывают внутреннюю поверхность кузовов прицепов самосвалов специальным материалом. Акулен – так называется материал, за счет которого «Тонар» успешно решил проблему примерзания и прилипания сыпучих грузов. По словам технического директора завода Юрия Павловича Ванштейна, одним из плюсов применения акулена является защищенность самого материала кузова от коррозии и механических повреждений, за счет чего заметно увеличивается срок службы прицепов самосвалов. Сейчас завод создает свое автотранспортное предприятие, где будет испытывать подобные вещи, доводить их. Это будет как бы предприятие-демонстрационный выставочный показ. То есть не просто можно на картинках это все посмотреть, это все можно посмотреть в действии, можно, скажем, проехать с водителем, проехать за рулем, оценить свалы и так далее. Вот это все сегодня мы будем доводить до наших потенциальных покупателей. Акцент в новинках завода сделан на боковую разгрузку кузова. Благодаря использованию такой техники сводится к минимуму риск опрокидывания самосвала при разгрузке. Появляется возможность производить разгрузку в ограниченном пространстве. Теперь у водителей нет необходимости подбирать ровную площадку для разгрузки. Техника абсолютно устойчива. И еще, что не менее важно, экономится время водителя за счет того, что отпадает необходимость многократно вылезать из кабины, чтобы спустить подушки пневмоподвески и контролировать процесс разгрузки. Все управление происходит из кабины. Любая новинка, она должна удешевлять перевозки. Это главное удешевление перевозок и надежность автопоездов. Вот за это вот мы и боремся. В ходе презентации технический директор завода рассказал, что автопоезда широко применяются в Австралии. Соответственно, при разработке полуприцепа конструкторы машиностроительного завода прибегли к помощи австралийских специалистов. Новая сцепка предприятия позволяет ожидать высокой эффективности перевозок. В Австралии, в Новой Зеландии законом запрещен свал назад полуприцепов длиннее 6 метров. Только боковой свал в целях безопасности. Там горная страна. Значит, опрокидывание подобных самосвалов, ну, я не знаю, на несколько порядков будет меньше. Если только слипнется груз. Это первое. Второе. Значит, если у вас короткие плечи перевозок, то не надо расцепляться. Это все делается на ходу, без расцепления сцепки. Расцепление сцепки это, как правило, 12-15 минут. Расцепиться сцепить. Вот безопасность и выигрыш по времени – это и есть главное преимущество подобной схемы. Стоит отметить, что все новинки прицепной техники буксировали автомобили собственного производства под маркой «Тонар». Как показывает транспортная практика, сочетание тягача и полуприцепа марки «Тонар» дает существенные выгоды автоперевозчикам. Причем такое сочетание возможно для любой автомобильной прицепной техники «Тонар». Завод предлагает его уже более года. После того, как техника была продемонстрирована в работе, Юрий Павлович Ванштейн провел для гостей экскурсию по заводу. Когда в 2009 году в разгар кризиса машиностроительный завод «Тонар» объявил о намерении выпускать грузовые автомобили, мало кто всерьез воспринял эти утопические планы. В ходе экскурсии по сборочному цеху автомобилей гости завода убедились – сегодня серийные грузовики «Тонар» – это реальность. Я не был никогда на заводе, посмотрел производство и в итоге на выходе прекрасная продукция. Тем более, сегодня посмотрели вашу технику, тоже я не думал, что так еще работают заводы, внедряется новая технология, поэтому радует глаз. То, что мы выпускаем, это очень узкая ниша, специализированная, которая востребована практически во всем мире. Вот голландские специалисты здесь. Мы будем делать спецавтопоезда в Суринам для перевозки бокситов. В Северную Африку, там, где нужно перевозить, очень большое количество грузов. Вот туда мы и нацелены. В последние 10 лет усилия руководства завода были нацелены на модернизацию предприятия. В итоге цеха оснащены станками с ЧПУ, плазмами, гибочными станками. Доля автоматизированной сварки близка к 75%. Процесс модернизации продолжается. Вновь созданная КБ будет заниматься роботизацией производства. Специалисты завода отдают предпочтение оборудованию немецкого производства со следящими программами, обеспечивающими точность. Например, швов при варке металлических изделий. На заводе мы продолжаем стройку, на заводе мы покупаем новое оборудование, на заводе мы сейчас обучаем людей, на заводе мы готовимся закупить 8 роботизированных комплексов для сварки балки оси, для сварки кузовов, для сварки рам. Вот 2013 год будет посвящен именно этому. Тонар выпускает около 100 различных моделей прицепной техники. Больше половины вышедших из стен завода полуприцепов – самосвальная техника. 7 сентября 2012 года модельный ряд полуприцепов марки Тонар увеличился на 3 единицы. По словам Юрия Павловича Ванштейна, на очереди презентация карьерного автомобиля самосвала. В последние годы машиностроительный завод Тонар проводит презентации новинок там, где они рождаются. Малой родиной полуприцепной техники марки Тонар является поселок Губино-Орехво-Зоевского района. Здесь выпускают более 60 моделей и модификаций полуприцепов, в том числе тентованные, шторные со сдвижными боковинами и крыши, изотермические, рефрижераторы, самосвалы и контейнеровозы. Особенность презентации завода состоит в том, что журналисты приглашаются на них вместе с дилерами и клиентами, что позволяет получить абсолютно объективную информацию о технике из первых рук. Готовя показ трех новинок 2012 года, компания в первую очередь ориентировалась на возросший спрос партнеров из Монголии на самосвальную технику. Монголия располагает самыми большими в мире месторождениями высококалорийного угля. Для перевозки полезного ископаемого необходима эксклюзивная техника, конструированием и производством которой сегодня занимается машиностроительный завод Тонар. Такая долгожданная новинка, которая будет испытываться в Монголии, и по результатам испытаний которых мы надеемся получить достаточно крупный заказ. Монголы ведь они всегда были очень близки к России, всегда еще со времен Ленина. И поэтому они, когда мы туда приехали, даже с небольшой обидой сказали, что вот вы первые русские, которых мы здесь видим, где же вы раньше были. Ну, вот приехали. С большой долей уверенности можно сказать, что гвоздем показа стал автопоезд Тонар 95-236. Самосвальный полуприцеп с полукруглым стальным козовом, объемом 61 кубический метр, и грузоподъемностью 65 тонн. Длина новинки 13,3 метра, ширина 2,5 метра, высота 4 метра. Полуприцеп разработан для перевозок и разгрузок абразивных сыпучих грузов. Его уникальность заключается в боковой разгрузке, более того, свал идет на ходу. В день презентации в роли сыпучих грузов использовала щипа. По словам технического директора завода Юрия Павловича Ванштейна, пожелания заказчика учтены. Все просто, прочно, качественно. 3 июня 2011 года состоялось знаковое событие в истории развития машиностроительного завода Тонар. Презентация автопоезда для автоперевозчиков Монголии. В результате этого сотрудничества в стенах завода родился полуприцеп Тонар 974618 со сдвижным полом. Тогда технический директор завода неоднократно повторил, транспортные средства конструировали под конкретную дорогу, под конкретный груз. Полуприцепы-вагонники необходимы монгольским автоперевозчикам для транспортировки угля. Тогда особый интерес представители заказчика проявили к разгрузке полуприцепа, наполненного щебнем. Новинка представителям дружественной нам страны, в общем, понравилась. Но в ходе презентации желания заказчиков возросли, были заданы вопросы, а можно еще усовершенствовать. На Тонаре могут многое. Нашли решения и обозначенных проблем заказчиков с Востока. В результате через полгода на суд автоперевозчиков представили суперуниверсальную транспортную модель полуприцепа, проверенную на перевозках угли в Кемеровской области, на транспортировке свеклы в Белгородской области. Это сдвиг в сторону технологических перевозок. То есть, скажем, от магистральных к технологическим. В основном, конечно, проблемы, скажем, перевозки зерна, перевозки угля, перевозки сахарной свеклы, от, скажем, их выращивания, от их добычи до перерабатывающего предприятия. Вот здесь вот большие проблемы. Дальше уже как бы технологии более или менее накатанные. Ну вот мы предлагаем, как эти проблемы решать. Преимущества новинки сдвижные полы оценены по достоинству. Главное, они позволяют производить разгрузку без применения погрузчика внутри кузова. При перевозке и разгрузке сыпучих грузов позволяют сваливать их без опрокидывания кузова, что, учитывая его увеличенный объем, абсолютно безопасно по сравнению с традиционными самосвалами. Загрузив кузов снегом, участникам зимней презентации 2012 года продемонстрировали достоинство эксплуатационных параметров полуприцепа 974618. Большую вместимость и грузоподъемность, способность работы автопоезда в связке с тягачом собственной марки машиностроительного завода. По маневренности, ну, пока на вскидку лучше, конечно, лучше. Следуя своему девизу «Сегодня идея и завтра продукция», в день презентации гости познакомились с еще одной новинкой завода – полуприцеп контейнеровоз «Тонар» 974629 с раздвижной рамой для перевозки четырех типов контейнеров, включая 45-футовый. Он успешно прошел испытания в одной московской автокомпании, сделавшей большой заказ на такие полуприцепы. Особенности новинки – полная универсальность, может перевозить все типы контейнеров, высокая маневренность в коротком сложном состоянии. Кроме этого, новый контейнеровоз обеспечивает удобство погрузки, разгрузки контейнера непосредственно с пандуса, когда он должен стоять вплотную к эстакаде. Зимой на первый план выходит еще одно достоинство «Тонара» 974629. В сложном состоянии обеспечивает оптимальную загруженность задней оси тягача даже при перевозке одного 20-футового контейнера. После показа техники гости побывали в стенах завода, в цехах, где рождаются полуприцепы. Оценили современное оборудование, которое работает для их появления на свет. Практически вся прибыль, без исключения, уходит на строительство и закупку нового оборудования. Я думаю, что такая политика даст свои плоды через несколько лет. Мы не ждем сиюминутного результата, но через несколько лет, я думаю, что по уровню мы не будем отставать от европейских предприятий. Мы сейчас меняем оборудование, мы сейчас покупаем 5 новых резок. Это меняем. Мы купили американские профильные линии. Мы покупаем новые оборудования, токарные, сверлильные, фрейдерные, с ЧПУ и так далее. Я думаю, что если вы будете менять свое оборудование через 5-7 лет, проблем никаких не будет. Если вы эти деньги, которые требуются для модернизации, будете пускать на какие-то свои интересы, то будет беда. Конкуренты вас обходят и слева, и справа. Вы же не в пустыне Сахара живете, правильно? В заключении дня технический директор завода, мэтр нахождения решений далеко не простых желаний заказчиков Юрий Павлович Ванштейн отметил, постоянная работа над расширением модельного ряда и модернизацией выпускаемой техники позволила компании «Тонар» относительно спокойно пережить кризис. Для наращивания объемов производства руководство вкладывает миллионные средства в обновление технологического процесса. В 2011 году эта сумма составила 150 миллионов рублей. Планы работ на 2012 год определены. Задача поставлена. Ежедневно с конвейера будет выходить 18-20 полуприцепов. В этом году мы планируем делать от 18 до 20. Ну, 18, сказал, это было бы неплохо, 20, это было бы очень хорошо. Хорошо. Дальше, значит, после того, как мы построим этот дополнительный цех, мы можем только одних самосвалов в день делать порядка 16 штук. Дальше идет направление спецтехники. Значит, мы освоили полуприцепы для перевозки свиней, для перевозки коров, для перевозки свиней в три ряда, то есть это порядка 160-180 штук. И так далее. Вот эта вот вся спецтехника, она будет развиваться на тех площадях, которые мы будем освобождать. Где-то через два года мы будем строить отдельный завод, на котором будут выпускаться только магистральные техники. В этом году и в следующем мы закончим, значит, цех по производству автомобилей, на котором мы можем уже выпускать, скажем так, до 8 автомобилей в день. На протяжении двух десятилетий машиностроительный завод «Тонар» доказывает партнерам свою надежность. А это значит, каждый заказчик машиностроительного завода и в этом году получит свой продукт. Продукцию с гарантией качества на автомобиль один год, на полуприцепную технику три года. На площадке готовой продукции машиностроительного завода «Тонар» была представлена новая вариация сочлененного автопоезда «Тонар 9540» с боковой разгрузкой и повышенной грузоподъемностью до 100 тонн. А если говорить точнее, 95,7 тонн. Максимальная грузоподъемность полуприцепа составляет 110 тонн, что можно приравнять к 8 КАМАЗам. Представленная модель имеет усиленную ходовую часть и подвеску и представляет собой два сочлененных кузова общим объемом 63,8 кубических метра по 26,5 и 37,3 кубических метра каждый. За счет, предусмотренный производителем конструкции бортов, состоящей из двух частей, предотвращается эффект засыпания колес при разгрузке. Сам процесс разгрузки управляется при помощи выносного пульта управления. Данная модель предусматривает использование для перевозки песка и щебня по специально предназначенным трассам. Примерный срок окупаемости 14-18 месяцев. Машиностроительный завод Тонар первый в России представил модель одноместного карьерного самосвала Тонар 45-25 грузоподъемностью 45 тонн и объемом кузова 25 кубических метра и продемонстрировал его в работе. Базовой комплектацией данного автомобиля предусмотрен кондиционер. Для чего нужны эти машины? Скажем, карьерный самосвал нужен для того, чтобы вытаскивать песок, щебень из карьера и сваливать его на специальные площадки, откуда будут его забирать специальные магистральные автопоезда. Двойный сцепник нужна для того, чтобы ввозить 100 и больше тонн щебня, песка на специальные площадки. Такие автопоезда существенно снижают себестоимость грузоперевозок. А в наше время, когда очень большой дефицит водителей, когда очень большие проблемы с транспортом, я думаю, что это все существенно поможет строителям в их нелегкой работе. В России и в СНГ такие машины никто не делает. Поэтому я могу только сказать, там, где эти сцепки работают, это Австралия. Но эта сцепка ровно в два раза дешевле, чем там. Данная презентация – это начало целой серии показа новой техники. В апреле-май машиностроительный завод «Тонар» планирует показ одиночного самосвала с колесной формулой 8х6 и объемом кузова 24 кубических метра. Машиностроительный завод «Тонар» – крупнейший производитель полуприцепов в России. Занимает лидирующие позиции на рынке продаж техники. В новых экономических условиях одним из стратегически важных направлений продуктовой и с бытовой политики компании стало значительное увеличение доли высококачественной фирменной продукции. На производственных площадях машиностроительный завод создает конструктивные инновации. Машиностроительный завод «Тонар» имеет собственную линию по производству сэндвич-панелей по европейской технологии. На сегодняшний день существуют разные технологии изготовления изотермических кузовов. Одни компании используют метод холодной заливки, другие укладывают изоляционный материал между стенками кузова. Но ни один из этих методов не сравнится с сэндвич-панелями из пенополиуретана с металлическими облицовочными слоями. Их преимущество – высокая коррозийная стойкость и коэффициент теплопередачи, прочность и жесткость кузова. Оцинкованная сталь, которая используется для стенок панели, проходит специальную обработку – грунтовку, нанесение окрасочных слоев. Из листов формируют цельную боковую стенку. Далее готовые боковые листы поступают на пресс для изготовления сэндвич-панелей. В день пресс может выдавать около 1000 квадратных метров панели толщиной от 25 до 125 мм. Пресс позволяет делать цельные стенки длиной 14000 мм и высотой 3000 мм. Боковые листы панели укладываются на нижнюю плиту пресса, поджимаются верхней плитой и в пространство между ними под давлением нагнетается полиуретан. В ходе химической реакции двух компонентов полиуретан увеличивается в объеме и заполняет пространство между листами. Данная технология обеспечивает стопроцентное заполнение всего объема внутри панели. Отличные изоляционные свойства и высокую прочность на сдвиг. Через 30-60 минут, в зависимости от толщины панели, сэндвич-панель готова. Такая технология изготовления позволяет достичь один из лучших коэффициентов теплопередачи. Обычно для кузовов, предназначенных для перевозки продуктов в глубокой заморозке, используются панели толщиной 60 мм. По нормам допустимый коэффициент теплопередачи от 0,4 до 0,7. Благодаря современным технологиям сборки на машиностроительном заводе «Тонар» коэффициент теплопередачи панелей не превышает 0,388. Преимущества полуприцепов с кузовами и сэндвич-панелей с металлическими облицовочными слоями. В течение срока эксплуатации полуприцепов кузова из пластика диффусирует вода и накапливается, впитывая в теплоизолирующий материал, в течение года от 100 до 200 кг. Это вызывает увеличение массы полуприцепа, ухудшение теплоизоляционных свойств кузова и в итоге приводит к разрушению сэндвич-панелей. Металлический облицовочный слой имеет меньшую теплоемкость по сравнению с пластиком, аккумулирует меньше тепла. В итоге сокращается время работы холодильной машины на поддержание наружного температурного режима. Быстрее достигается необходимый температурный режим, сокращается время на подготовку к погрузке. За счет использования листового металла для сэндвич-панелей кузова обладают лучшими изолирующими свойствами. Повышается качество переводов. Повышается качество переводов. Повышается качество переводов. Повышается качество переводов. Продолжение следует-прогружение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok